Алло. Алло. Здравствуйте. Вас приветствует банк. Здравствуйте. Я вас слушаю. Звонок из банка ВТБ-24 к вам поступил. Евгений Анатольевич меня зовут. Являюсь главным специалистом департамента проблемных активов. По поводу оплаты хотел бы уточнить, до сих пор вопрос не решили. Все в банк сообщил, письма отправил. Что за письма? Ну вот письма о своем отношении. Каким образом ваше письмо должно освободить вас от своих обязательств? А вот письма. Отцо утверждает, что я собираюсь с помощью письма освободиться от своих обязательств. Нет, поэтому я уточняю, что с оплатой, как дела обстоят. Когда планируешься вопрос решать? А в письмах все написано. Я формат устного общения игнорирую, потому что звонят всякие проходимцы. Я сейчас не о вас говорю. А кому никому не лень? Проходимцы знают о ваших обязательств перед банком ВТБ-24. Я не хочу, чтобы мне проходимцы о моих обязательствах вообще каких-либо запоминали. Вот именно, вот видите, да? Звоним вот именно. Поэтому я выбрал формат общения перетиска. А он совершенно актуален в данном конкретном случае. Валя, ну вот смотрите, я вам так скажу. Да, сейчас банк не готов с вами договариваться. У вас сейчас зарплатная карта, она действующая. Вы на эту карту зарплаты получаете? Не буду вам говорить. Я не знаю, откуда вы звоните. Ну как не знаете? Вот у меня выписка на глазах. Я же говорю, не все же проконятцы, как вы утверждаете. А где вы взяли эту выписку? Давайте, я думаю, сейчас тоже заниматься вот такими беседами не будем, Константин. Я серьезно, взрослый человек. Я взрослый человек, поэтому я отдаю отчет своим поступкам. Еще раз вас спрашиваю, кто вы такой? Как вы докажете, что вы из банка мне звоните? Ну, а я говорю, каждый знает о ваших обязательствах из банка. Ну, я очень много по телевизору видел, как воруют информацию от этих всех коллекторов. Просто человек, я же не в детский сад позвонил. Вот в том-то и дело. Я вам еще раз заявляю, может быть, выйду. Вот я вижу себя как взрослый человек. Как грамотный юридический человек. Понимаете? Хорошо. И давно вы такого мнения стали? Какого мнения? Что я грамотный человек? Именно, да. Нет, вот именно, что вы сейчас сотрудники банка позволяют тебе так общаться. Да я не знаю, сотрудник вы банка или нет. Как вы мне докажете, что вы сотрудник банка? Вы даже сейчас не уверены, что звоните тому, кому хотели позвонить. Верно? Вы же представились. Как это я представился? Ну, я позвонил, я сказал, что... Я говорю вам, что? Слушаю вас. А вы тут не начали распинаться со мной. Ну, а для чего вы так себя ведете? Вы мне объясните. Да потому что я не знаю. Мне сегодня за последние пять часов позвонило 20 человек. В общем, вы к диалогу не готовы, да? Правильно я понимаю. Чего? Не готов? К диалогу не готовы, да? Правильно я понимаю. Проходимцами нет, поэтому я написал письма в банк. Я изложил всю ситуацию. Константин, если мы с вами церемониться не собираемся, вы хоть кому пишите. А что? Подождите. Вашу зарплатную карту мы блокируем. В вашем... О-о-о-о, так себя и ведут проходимцы. Вы мне угрожаете сейчас церемониться? Я вам сейчас. Чем это угроза, что такое угроза? А в чем? Расшифруйте контекст вашего заявления. Вы юрдически грамотный человек. Что такое угроза? Да, угроза... Достать определение в слове угрозы. Дать мне определение. Определение я вам вообще никакое давать не буду. Я отчет вам... Вот видите, вы даже не знаете, что такое угроза. А вы говорите, что я вам угроза. А вы сказали, что церемониться со мной не собираете? А? Хорошо. Я говорю, Константин, если вы не готовы к диалогу... Так не, не, вы продолжаете, продолжаете, готов выносить решение. Вы не путайте диалог и монолог. Вот вы пытаетесь меня заставить говорить по вашей, как говорит, в вашем потоке мыслей. А я вам задаю встречный вопрос. Что вы имели в виду, когда сказали, что банк не собирается со мной церемониться? Вот, я вам начал на него отвечать. А банк, согласно законодательству, готов тоже выносить решение. То, что у вас там какие-то проблемы случились, которые я даже не знаю. Звоним, мы с целью конфликтовать. Вы думаете, может, для вас какое-то предложение поступило? Может, ответ я на письмо вам хочу продиктовать? Ну, так напишите мне предложение. Не будем мы вам ничего писать. Я вам так скажу, хотя бы 111 Гражданского кодекса изучите. Сейчас банк, у нас пятницу собрание кредитного комитета. А вы кредитный комитет, отлично. Выставляйте окончательное требование и шагом марш. Да, требование выставлено. Сейчас поэтому давайте уточним все персональные данные. Не буду ничего говорить голосу из трубки, сразу не пытайтесь даже. Я вообще себя заставляю выкать к вам. Понимаете, прям сильно заставляю, потому что я не знаю, что у меня звонит. Выкать заставляю себя. Что значит выкать? Ну, вот на вы обращаться к вам. Прям сильно заставляю. Потому что у меня вытрепали сегодня мозги всякие проходимцы. Я не знаю, вы с кем общались. Ну, я тоже не знаю, и в этот раз я тоже не понимаю, с кем я. Может, я ознакомиться, это раз. Во-вторых, я предоставил, с кем я могу ознакомиться. С кем я могу ознакомиться. Вы телефон горячий или не знаете? Да я не хочу никуда звонить. Слушайте, есть четкий формат общения, переписка. Вы будете с этим спорить? Это вы его так определили, то, что это четкий формат переписки. Назначать телефоны и переговоры. Слушайте, вы не забыли, что человек имеет тоже волю свою, гражданскую, и может на эти встречи не ходить? Я выбрал формат общения, переписка. Хорошо, а мы хотим с вами по телефону общаться. Пока есть возможность добровольно договариваться. Кто вы такие хотите? Ясно, Константин Капич, у нас разговор записывается. Отлично. Уже диалога отказывается. Там подромки сделайте и подайте вот это все своим юристам. Уже я отсчеты отправил, поэтому я вопрос под запись разговора уточняю. Вы свой долг готовы погасить до конца рабочей недели? Либо да, либо нет. Все в письмах, друг мой, написано в банк. В банк я все сообщил. Ясно, я вас услышал. Пугает меня запись разговора. Мне вот любопытно. Опять испугались, да? Опять испугались. Да нет. Это в методичках. Это в методичках. Да. Слушай, ну что ты хотел сказать тем, что ты записываешь запись разговора? Что ты это записываешь? Ну я тебе могу сказать. Кому письмо отправили, они разговор прослушивают. Я сейчас один раз отправляю в юридический отдел. И посмотрим, Константин, нам такие клиенты, как вы, не нужны, которые на контакт не идут. Ну я и говорю, вы создаете окончательное требование и шагом марш в суд. Вот. В полном объеме. Выйдем в суд. И далее, да, будьте общаться уже с судебным приставом. Вы к этому готовы? Да, правильно я понимаю. Судебный пристав, прежде чем начать со мной общаться, должен получить судебное решение. Не думали об этом? Вот, вот, ну я поэтому говорю, ну можно разбежать, да, вот эти все моменты негативные. Да нет, это невыгодно, это невыгодно. Выполнять условия банка невыгодно. Гораздо проще выполнять решение суда посильными платежами, да? Вы имеете, да, вы знаете, да, как приставы работают? Судебные издержки, в первую очередь, с вас будут взысканы. 7% исполнительский сбор. И значит, продавайте имущество, готовьтесь к этому. Не забывайте, дорогой мой, что существует заявление в суд о предоставлении рассрочки исполнения решения суда. И я буду платить по 500 рублей в месяц. В курсе, да? А что посмотрим? Уже три банка, уже три банка посмотрели. Уже исполнительные производства реализованы в отношении трех банков. Три банка уже в суд вышли, да, на вас? А, да-да-да, попытались. Вот вы почему-то затягиваете, пытаетесь проценты, штрафы нарастить, да? Добровольно вопрос решить. А подождите, а что по-вашему не добровольно? Вот добровольно мне не устраивает. Вот этот термин добровольно. Что такое добровольно? А что, в ином случае меня будут стягать, на дыбу вешать или что? Я не знаю, как приставы работают. Да я знаю, как приставы работают. Приставы приглашают к себе в гости и спрашивают, как можешь платить? Я говорю, никак не могу платить. Тогда будем закрывать из полупроизводства по троечке, это называется. В связи с отсутствием официального источника дохода, либо с недостаточностью. Просто нужно правильные документы приставам давать. Ясность, Константин, я вас услышал. Информацию передаю, отказываетесь, да, добровольного послышать? Какое, нет, ты мне расшифруй слово добровольно, и кто ты такой все-таки расскажи. Вот есть, вот есть, вот есть. Докажи, вернее, докажи, что ты из банка звонишь. Как ты увидел и услышал, я ни одного тебя... Вы собираетесь оплачивать, не собираетесь? Да я не буду, я не собираюсь отвечать на вопросы голосу и струбки. Я обо всем написал в банк. Хорошо, я вас услышал. А ты задумайся над тем, что я тебе сказал. У меня таких проблем, как у вас, не просто... Ты просто их не увидишь, у тебя очень серьезная проблема, связанная с твоей работой. Я сейчас права забуду, я отчет отправлю, диски, а не права забуду. Очень плохо, очень плохо, я бы на одном месте задумывался. У вас есть семья, у вас есть семья? У меня есть семья. Ну и вы что им обеспечиваете, как их обеспечиваете? Очень хорошо обеспечиваю. Я в первую очередь думаю о семье, а не о бомбициях коммерческого учреждения. С такими вот долгами вы как думаете? Да у нас нет, запомни, в стране долговой тюрьмы. Это раз. Ясно, Константинович, это ваши обязательства. Да, обязательства, прежде всего, вменять может человеку только юридически дисциплинированная организация, а не такая, как банк. Вот договор читал, который клиент там стюривает, а? Договор читал? Так вы же обратились, а зачем вы подписали тогда этот договор? Знаешь зачем? Чтобы вас потом проучить, хотя бы в отношении себя. Я его когда прочитал, я увидел, какая там бредящина написана. Вы себя, короче, уже проучили свою семью уже проучили. Да как? Слушай, я взял деньги и не плачу. И платить не буду, потому что договор не соответствует действующему законодательству. Хорошо. Вот очень хорошо. Я буду через судебного пристава. Я буду выполнять решение суда. Хорошо. Все хорошо. Информацию я передал в юридический отдел, то, что вы отказываетесь. А теперь кульминация. Хочешь кульминацию? Давайте. Слушай. Вот сейчас ты вот когда звонил, ты выяснял, кому ты дозвонился? Ты верифицировал человека? И что мне этим хотите сказать? Я тебе хочу сказать, что сейчас с тобой разговаривает юрист этого клиента. Это не он. Это не он. Я позвонил, я вам вопрос задал. Вы сказали, да. Слушай. Мне безранно-то уже. Хорошо. Вот я ты там кричал громче сирены, что у тебя запись ведется, прослушай эту запись. Да, запись, разговоры ведется. Если вы юрист, тогда передайте ему телефон, пусть он срочно с нами лежит. Он воспользовался услугой переадресации. Эта услуга предоставляется на шармон. А вы зачем чужим именем представляете? Я не представлялся чужим именем. А для чего вы диалог ведете? Потому что мне человек написал нотариальную доверенность, и я выступаю от его имени. Совершенно законно. Придите тогда в отделение банка своей доверенностью. Зачем? А вот для чего? Я не знаю, зачем. А вот вы говорите, у меня доверенность есть. Лично, значит, наш наш телефон горячая линия запишите. Мне вообще от банка что-нибудь нужно? Ты звонишь мне, мне на хрена ходить? Ты вот включай голову. Я же тебе говорю, ты задумывайся на твоей работе. Если вы его интересы готовы предоставлять, вы тогда передайте... Хорошо, вы ему передайте, пусть он к нам перезвонит. Тут заладил, хорошо, хорошо. Я тебе хорошо, очень советую задуматься на твоей работе. Вас как зовут? Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, значит, вы ему передайте наш номер телефона. Я же сказал, может, кому какой-то ответ подступил. Да ты же пойми. О, дело дрянь. Я же тебе говорю, человек воспользовался услугой переадресации. В твоей деревне, знаешь, что такое переадресация? Когда человеку звонят, он видит номер банка и сбрасывает. И этот звонок переадресовывается на телефон клиента. Ой, телефон наш, на наш телефон организации. Ясно, хорошо, разговор у нас бессмысленный. В общем, передайте, что мы с нами связали. Да конечно, потому что твоя работа подразумевает вести бессмысленные разговоры. Нет, с вами разговаривать не и чем. Если вы хотите переговорить, да, вы из его интереса готовы предоставлять Дмитрий Евгеньевич. Да, вас зовут? Правильно я понимаю? Да я тебе уже сказал. Дмитрий Евгеньевич, значит, передайте, чтобы он срочно связался. Да не будет он с вами связываться, что за трудное достигание. Ясно, я вас услышал. С вами я тогда прощаюсь, ему передайте два дня, чтобы он с вами связался. Да не будет никто с вами связываться, вся информация в тисмах отправлена. Я рад за вас. Да что ж ты такой вообще сердобольный, радуешься. Всего доброго, до свидания. До свидания, клади трубку, первый. Не переживайте, сейчас я информацию зафиксирую. Давай, давай, клади. Всего доброго, всего доброго, до свидания. Да уже говорил ты мне. К сожалению, не могу тебе пожелать всего доброго, не люблю я таких, как ты. Не люблю. Спасибо, спасибо, всего доброго. Да ты же говорил, клади трубку. Положим, не переживайте. Сейчас я информацию... Конструктивный диалог, как я часто это слышал. Слушай, ты даже своими словами говорить не умеешь, думать не можешь сам. Нет, Евгений, всего доброго, всего доброго. Да я даже, ты же не говорил. Что ты, никак сил не хватит трубку. Там деньги же, по-моему, за это не заплатят, если ты сам трубку положишь. По-моему, так, да? Нет. Нет? Ну, клади трубку, дружище. Докажи хотя бы этим, что я не прав. Всего доброго, до свидания. Как? Продолжение следует...